Девушки отдыхают Потому что на самом деле мне очень радостно ответить, что есть некоторая тенденция к уменьшению количества больных. Больных в кавычках. Тогда объясните, пожалуйста, всем, для кого внутричерепное давление это без кавычек. Вот почему мы все-таки говорим «больных» в кавычках? Потому что на самом деле, если мы говорим о настоящей внутричерепной гипертензии, это критическое состояние. Оно может развиться очень быстро или очень медленно. И такое состояние не то, что докторами, родителями распознается совершенно точно. Как правило, так есть у нас, так заведено, что очень многие родители волнуются, приходят на прием к неврологу. И минимальные какие-то, мы сможем с вами поговорить, какие проявления могут трактоваться как одной из характеристик, симптомов повышенного внутричерепного давления. Давайте я попытаюсь сейчас, чтобы вы услышали самое главное в месседже нашего гостя. Повышенное внутричерепное давление – это всегда очень серьезно. И на это есть очень серьезные причины. Какие реальные болезни приводят к повышению внутричерепного давления? Это действительно практически мозговые катастрофы. И если мы для простоты, в профессиональном смысле слова, разделим эти причины, то мы точно можем их рассматривать в трех направлениях. На самом деле, из чего состоит, так сказать, давление в черепной полости? Наша голова и ребенка голова – это достаточно постоянный объем. Но есть три объема внутри. Есть клетки, проводящие пути. Есть сосуды, которые приносят кровь и уносят кровь. И есть ликвар, та жидкость, которая делается внутри мозга и наполняет черепную коробку и позвоночный столб. И вот так создается давление тремя составляющими, компонентами. И причин на самом деле несколько. Первая причина – это воспаление. Оно может быть вызвано вирусами. На слуху бывает часто вирус шестого типа, вирус герпеса, бактерии. И это все очень тяжелые… То есть это менингиты, энцефалиты, да, серьезные болезни. Совершенно верно. Совершенно верно. Есть некоторые токсины. И это еще значительно реже. Ну, в общем, в механизме – это отек самих клеток мозга. Второй механизм – это сосудистый. Прибывает больше или уходит меньше. Но про кровь. Точно так же ликвара прибывает больше и убывает меньше. И вот когда есть диссонанс, воспалительные процессы, токсические процессы, какой-то объем дополнительной в стенке сосуда, аневризма… Какая-то опухоль, какое-то кровоизлияние, абсцесс, черепно-мозговая травма. Совершенно верно. Вот я просто хочу, чтобы вы еще раз услышали. Ребят, смотрите, как это важно. Никогда не бывает так, что возникла некая причина для повышения внутричерепного давления, и при этом речь идет о улыбающемся ребенке, который сидит в очереди к неврологу в поликлинике. Понимаете? Всегда, когда есть повышенное внутричерепное давление, речь идет либо о энцефалитах, менингитах, кровоизлияниях, опухолях. Это понятно? Речь идет о черепно-мозговой травме. То есть если вы пришли к врачу, и вам сказали, что у вас повышенное внутричерепное давление, и надо попить травки, то надо попить не травки. А что надо попить? И кому? И вот очень мне хотелось сказать, что это настоящая проблема внутричерепного давления, которая требует немедленного вмешательства докторов в больнице, в стационаре. И большинство ситуаций, когда действительно в карте, в заключении ребенка появляется описание внутричерепная гипертензия, синдром ликвародинамических нарушений, это действительно иногда вот такой описательный механизм, который ничего общего с настоящей проблемой не имеет. Не имеет. А скажите просто, действительно, вот чтобы родители понимали, а что заставляет неврологов или педиатров так часто употреблять это слово? Фактически выдумывать болезнь, которая неведома ни неврологам, ни педиатрам нигде в мире. Мне кажется, у нас в странах высочайшая степень напряжения и ответственности доктора. То есть мама на что-то жалуется, надо что-то придумать в ответ. И надо что-то обязательно, ну, профессионально ответить. То есть нужен диагноз, а если есть диагноз, ведь приходится... Тогда доктор всеоружен, он может действовать. Да, но если есть диагноз, надо что-то назначить. Что-то надо делать. Понимаете, мы ведь с вами переживаем даже не потому, что, если бы доктор сказал, у вас повышенное внутричерепное давление, идите гулять, придете через полгодика, мы посмотрим еще, да. Может быть, оно пройдет само. Но он же, как правило, не только диагноз ставит, он ведь назначает кучу лекарств. Что самое опасное из лекарств вообще в такой ситуации? Ведь назначают все, что угодно. На самом деле классическое назначение – это диуретики. То есть мочегонные, да? Мочегонные препараты. И никогда не бывает безвредной таблетки. Потому что в любой пользе всегда есть обратная сторона медали. У нас, извините, я вас привык, есть девиз в школе доктора Коваровского о том, что любое лекарственное средство, если не показано, то противопоказано. Вот как бы, да, а применительно к таким серьезным препаратам, как мочегонные, а если еще учесть, что у нас сплошь и рядом дети, живут в жаре, в перегреве. В недопивании. Мало пьют, да, много едят, мало пьют, перегреваются. Еще и мочегонные, он точно ему легче не станет от этого. А иногда станет гораздо ему хуже. И некоторое вот такое изменение активности и упадок сил, оно может быть связано действительно с действием диуретиков и никакой связи с дегидротацией не имеет. Я хотела уточнить, как распознать внутричерепное давление? Какие у ребенка могут быть жалобы? Хороший вопрос. У ребенка может быть резкое снижение его активности. Может быть тошнота, рвота, которая больше в утреннее время. И это точно, вот без всяких докторов, будет замечено вами, как нетипичное, непривычное, очень обращающее внимание поведение ребенка. Главное, еще раз я хочу подчеркнуть, добавить. Услышьте самое главное. Внутричерепное давление, это, как говорят неврологи, мозговая катастрофа. Понимаете? То есть у вас не будет такого диагноза внутричерепное давление. Внутричерепное давление повышенное. Это симптом проявления очень тяжелых, смертельно опасных болезней. Понимаете? Не будет мама сидеть возле ребенка, у которого менингит, энцефалит, кровоизлияние в мозг или черепно-мозговая травма. Просто его не лечат неврологи в поликлиниках. Его лечат инфекционисты, реаниматологи и нейрохирурги. Понимаете? А когда вы с ребенком, у которого дрожит подбородочек, понимаете? Или который плачет дольше, чем вам надо. Лечите внутричерепное давление в поликлинике, то после этого у неврологов волосы дыбом встают, у нормальных. Это понятно? Еще вопросы? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, с помощью гомеопатии можно вылечить внутричерепное давление? Отличный вопрос. Хотел бы ответить сам, Ирина Викторовна. Скажите, а то я могу не выдержать. Я скажу просто, что действительно в некоторых странах есть протокол о гомеопатии, но на самом деле уже достаточное количество научной информации о том, что гомеопатия никак не влияет на внутричерепное давление. И поэтому мы вот иногда ее любим, потому что вы приходите и говорите, у моего ребенка дрожит подбородочек, вам говорят, пойдите на УЗИ голубного мозга. Вы приходите с этого УЗИ, я вам расскажу классику, того, что происходит в миллионах семей. Вы приходите с заключением, на котором написано признаки повышенного внутричерепного давления. И есть два вида врачей. Один понимает, что это все фигня, но видит по вашим глазам, что без лекарств вы не уйдете. Понятно? И тогда он назначает гомеопатию, чтобы ребенок получал пустышку, абсолютно безвредные капли, чистое шарлатанство, но зато мама очень веселая, спокойная, она реально лечит. А второй доктор, которого мы не очень любим, понимаете, он в такой ситуации, ах, давление, и он назначает мочегонные и куча другого всего. Понятно? То есть он реально вредит. Поэтому мы иногда очень любим гомеопатию для лечения, в кавычках, внутричерепного давления. Вы сделали правильные выводы. Спасибо. Спасибо вам, Ирина Викторовна. Мы обязательно продолжим наше общение. Спасибо, что вы были с нами. Субтитры сделал DimaTorzok